Добрый вечер дорогие друзья Мария Карпинская новое планетарное телевидение и сегодня я конечно попробую вставить какие-то кусочки из телефонного разговора раздался телефонный звонок от некой Тамары Тамары Владимировны из какой-то курской области ну вот люди конечно для них тоже опять о добре и зле да вот для этих людей значит воспоминания она говорит я вот из той памяти когда еще была школа звезд это 87 год 88 89 90 и она вспомнила что я ее приглашала в Польшу в Ченстахово были два похода в которых я участвовала и вот воспоминания об этих походах остались в сердцах людей это радует вот что все-таки они это помнят правда там телефонный разговор такой сложный его не передать я попробую пересказать то есть конечно много людей очень странных вот тогда когда начиналось все только в России да и первый поход в Ченстахово в Польшу бесплатно я вела 700 русских это для меня вот этот поход это было огромной ответственностью потому что мне нужно было вот следить за этими русскими я вела именно группу русских да мне нужно было их вести чтобы они не потерялись не дай бог очень много было неприятных вещей по самой Польше когда мы приехали в Варшаву и остановились в одной из школ нас ну как бы остановили тогда еще русские не могли пользоваться вот СССР люди из СССР не могли пользоваться туалетами которые там были поломали многие туалеты засорили все набросали бумажек и грязи и это было так очень неприятно и стыдно и вот эта женщина сказала что так я поняла что она убирала эти туалеты то есть я организовала группу для того чтобы сделать эту уборку потом когда шли вообще по Польше происходили ужасные вещи потому что поляки то выносили яблоки на подносах угощали было время такое яблочное но русские умудрялись опять же наши люди из Москвы и основном я набирала из других городов они умудрялись залезать в сады там обламывать ветви в общем очень много неприятного было потом когда нам поляки устраивали обеды такие большие ну можно представить 700 человек да то есть это целая бригада огромная значит так как я видела что они убегают и вот залезают в сады и ломают ветви и уже стали рыдать все поляки я придумала такую систему был там такой Ришард Бысаковский мы вместе с ним значит натянули две веревки и вот колонна должна была идти в пределах веревок этих и за веревку никто не должен был выходить потом когда начинался обед завтрак там и ужин вот видимо советском союзе люди не ели много вообще они как бы набирали много хлеба всего потом не доедали все это разбрасывали по полю просто разушено навеял эти мне воспоминания то я тоже вот вспомнила они все разбрасывали по полю когда они вставали палатки снимали и шли оставалось вот это поле с разбросанным хлебом и разбросанной недоеденной пищей то есть вели себя прямо скажем очень не при неприлично вот и мне пришлось тоже то есть там опять поляки стонали не знали что делать и тогда я тоже придумала такую организацию то есть я весь мой отряд вот этот 700 человек разделила на группы у каждой группы там было допустим 50 человек и это значит там 14 руководителей были которые получали пищу и они получали пищу на своих только вот этих 50 человек на которые выдавалось допустим два кусочка хлеба того всего пятого десятого потому что хватали все кому-то не хватало полякам а потом не доедали и разбрасывали вот это удивительно конечно но это вот когда распался советский союз это по моему было 1980 чтобы мне не ошибиться девятом или девяностом годах я сейчас не помню это был первый такой поход который католики и вот решет высоковский такой монах доминиканец они организовали такой поход и вот конечно для меня это этот поход был просто адом потому что я была руководителем вот эта женщина пытается вспоминать как там здорово почему я не помню каких-то вещей почему я не помню там ее но как я могу вспомнить вот 700 человек и мне надо было следить чтобы все было в порядке вы понимаете да вот то есть люди которые являются потребителями а те кто шли туда это были потребители они не могут понять того кто руководит вот этим всем процессом вот и у меня потом когда мы шли проходили в день определенное количество километров у меня обувь стирала ноги до крови и мне когда все уже пришли ужинать например поставили палатки и все мне еще нужно было следить за тем чтобы все получили вот эту еду чтобы все сдали чтобы нигде ничего не разбросали и мне большую благодарность выразил вот главный как там я не помню там поференный папы римского я забыла как его польский главный в католических храмах благодарность за то что я спасла польшу от нашествия вот этого от русского нашествия правда это сейчас уже смешно смотрится и слушается но тогда каждый мой час жизни был величайшим напряжением вот и поэтому смотрите какая большая разница если ты руководитель одно дело если ты руководитель и если ты юзер потребитель юзер потому что современное слово вот и вот эта женщина которая звонила на я уже еще раз повторюсь она просто вот я ее пригласила куда я могу помнить с кого я там приглашала там столько людей было и они еще все обижаются что я не помню их но вот даже при всем своем желании даже если бы я была со сверх памятью я все равно не могу все это упомнить тем более что это было 30 там с гаком лет назад и если бы я допустим там шла просто как обычный человек потребителей там знакомилась с разными людьми и вот мы познакомились подружились и я вдруг забыла человека который был моим большим другом но когда ты являешься руководителем это очень очень страшная вещь никогда потребитель не сможет понять ответственное лицо потому что ответственное лицо несет за все ответ а потребитель польза просто пользуется благами и в то время поляки сделали для русских вот такой ну не только для русских там шли итальянцы туда и много много в ченстафлова божией матери икона такая наша черная мадонна так называемая шли очень много людей вот и как-то так странно случилось у меня мне не хочется рассказывать и вспоминать какие-то вещи из моей жизни когда мне обломили проект детское государство на улице ко мне подошел какой-то ксенц католический и сказал что а вы не хотели бы зайти в католический темпл как же он называется католический храм костюм вот в костюм где-то там центре москвы и я зашла и мне как раз сказали что я рассказала немножко о себе а мне сказали что вот намечается такое большое паломничество польшу и не хотела ли бы я возглавить вот это паломничество то есть они увидели во мне сразу такого лидера до руководителя ну и меня ничего не оставалось делать я согласилась вот и этот путь был очень тернистый я не помню сколько он занимал то ли три недели поле месяц да и я помню что когда я вернулась оттуда по моему уже был переворот и там что-то такое я еще въезжаю а тут танки я говорю что это фильм снимают да нет это переворот там что-то такое происходит в белом доме вот какая-то такая жизнь но мне не хочется эта женщина сколыхнула мои воспоминания и вы знаете вот почему-то всегда всегда вспоминается вот какие-то болезненные сцены столько вот боли нанесли мне что я даже не представляю вот как как вообще это все вот вспоминаешь какое-то время обязательно вспоминается какой-нибудь извиняюсь вот такое вот нехорошее вот смотрите я все организовала я пригласила нас на автобусах довезли по моему до варшавы там значит мы столько понаделали всего русские мне приходилось за ними все время эти следы подчищать или советские люди как угодно вот позорище беспросветное потом когда уже мы пришли в ченстахова и встали в разных местах иностранцы итальянцы там еще все кто были они с собой не вот у них было много этих печеней консервов в баночках тогда наши вообще с рода этого не видели не не печеней каких-то особенных они вот этих консервов в баночках хотя это на самом деле сейчас уже мы понимаем что все это так себе но когда ты это никогда не пробовал для тебя кажется что это верх чего то и вот я никогда не забуду просто страшная такая ситуация когда мне как руководителю отдали вот все ну все снесли в одну кучу и образовалась одна большущая такая куча на земле вот этого всего здесь консервы рыбные такие сики здесь печенюшки конфетки и так далее и я взяла вот своих людей кого поближе знала вот она говорит что в школе звезд ну все кто работал в школе звезд я уже не помню так или иначе я всех взяла и пригласила помочь разобрать вот эту огромную кучу она была ну не вам не передать как что это такое то 10 метров в диаметре и такая метра два может и три высоту вот и нужно было это все разобрать разделить посчитать количество участников и поровну на всех разделить допустим там всем по баночке того то печенюшки того то и так далее вот и когда я оставила людей среди них были весьма даже потом я ну как люди как казалось бы достойные вообще для меня это было все недостойно потом вдруг значит они там разбирали разбирали мы потом все это раздавали вдруг мой сын которому было 6 лет он со мной тоже ходил он подходит ко мне и возмущенно говорит мама все вот твои эти школы звезд ну работнички они его там наворовали всего этого и зарыли в землю идет там под палатками зарыли землю как вот собаки зарывают кость так вот они зарыли моему возмущению не было конца то есть это был взрыв такой просто просто взрыв я постоянно удивляюсь вот человеческому как это сказать вот этому всему потому что я этим не обладаю и я значит пока покажи сказала где они зарыли я начала это отрывать устроила скандал большой в общем они все опозорились и эти люди которых я пригласила они потом не шагу ногой когда мы уже разъехались эти люди не шагу не шагу ногой больше со мной не встречались это понятно хотя есть среди них некоторые известные выступают даже по ящику там чего-то говорят но когда я вижу это мне становится просто неприятно даже слушать их потому что все они недостойные ну ничего не достойно если ты хорошо дошел до такой мелочи что ведешь себя как последняя собака воруешь у своих же ну вообще в тюрьме бы с тобой бы разобрались по полной да как такие люди крысы по моему называются с ними разбираются и вот вот эти вот крысы по другому не скажешь наворовали и испортили вообще как весь мой путь этот месячный до весь мой труд был испорчен потому что я вот шла вела их в надежде что до них там дойдет чего-то такое ведь были совсем не верующие а тут вроде шли как к иконе которую андрей рублев нарисовал или кто-то там как она там возникла да еще в чанстахова да еще первый раз за границу польша ведь так даже вообще как бы за границу не ездили это я там бывала в германии до этого вот и я конечно думала что вот для всех это такое счастье это познание это красота увидеть другую страну увидеть варшава увидеть поляков ну вообще как бы да а вместо этого вот я увидела я лично увидела вот эту всю грязь вот эту грязь человеческую вот это вот эту мелочность это крысятничество и это вот как собаки вот мне так было неприятно как можно вот чем они там рыли чтобы зарыть это в землю да вот 700 человек но не все такие были среди них вспомнила одного товарища ну это так просто воспоминания зарисовка звали его валерий а уж не помню его фамилию он потом сел в тюрьму потому что он водился там с кезиной такой дедомовец выросший и вот я этого дедомовцев советского дедомовец советского союза я его взяла тоже с собой а там был такой день прощения на горе и тот кто больше всего другому какой-нибудь гадости наделал должен вот к нему должны были так поляки делали говорили что вот если он наделал гадости его надо поставить на горе там и все к нему идут и просит у него прощения так вот к нему была дикая очередь ой боже мой и знаете каждый раз делая что-то для людей а я постоянно это делаю продолжаю делать я все время убеждалась в том что может быть я и напрасно это делала потому что это такая стыдоба это такая позорище вот но я никогда не забуду эти стертые мои ноги в крови просто для меня было такое испытание еще ребенок который выбегал из под веревки и куда-то там убегал и один раз он вообще пропал а там как вот идут отряды русский отряд там итальянский еще какой-то они порой идут параллельно я не знаю сколько людей было где они сейчас почему никто даже не вспомнил никто не нашел ведь меня же легко так найти в интернете вот нашла это тамара ну вот и слышимость плохая непонятно что она хотела сказать но это ладно как будто все поисчезали и вот мой сын тоже была ситуация когда он пропал ему шесть лет да я потеряла сына в чужой стране это было нечто и мы с ришардом босаковским на нервах до 12 ночи ездили разыскивали этого моего ребенка и наконец-то мы его нашли в итальянском лагере где он объяснял о чем мы его ищем что все нормально у нас что вообще язык с итальянцами уже хотел там остаться наверное на следующий день идти вместе с итальянцами хотела я его конечно выбрать но не смогла потому что я была счастлива что нашла много приключений было то есть за вот этот месяц и самое интересное знаете в чем самое интересное что допустим вот я вела людей то есть я им давала возможность получить вот получить эту услугу так скажем такую такую бесплатную поездку первый раз я им это сделала я организовала вот и то что помню я это то что связано с моими трудностями как удержать как накормить как и то что люди удивляются как ну а что такое вот почему ты типа не помнишь что у тебя память отшибла у меня память не отшибла просто в твоей жизни вот если говорить об этой женщине только вот это и было а больше то ничего и не было и ты конечно это записала с памяти но понять меня она никогда не сможет как не зря наверное говорят гусь свиньи не товарищ что я не знаю но вот понять руководителя который несет ответственность за все человек потребитель никогда не сможет ему кажется что вот он помнит только то что он получил вот а ты помнишь как ты меня познакомила с кем-то ты помнишь да я все это делала вот так про между прочим потому что еще раз ответственность и люди в основном очень редко встречаются люди готовы нести ответственность быть руководителем всех или иных мероприятий я всю жизнь с детства начиная всегда была лидером и руководителем самое когда еще мы маленькая была уже тогда в деревне своей организовала из детей детский сад то есть я все время занималась организацией это моё нутро я по-другому не могу другие же люди поучаствовали в чем-то один раз за всю свою жизнь и потом они конечно они больше ничего не понят потому что у них записи в душе только вот это есть так я же тебе это подарила между прочим она позвонила саше и стала нести какую-то пургу то есть она стала что-то такое говорить ей записывай и я тебе передаю а какой-то контакт от бодхисаттвы вот я ее сейчас отшила прямо она даже телефонную трубку бросил если ты уж вспомнила марию которая тебе дала такое вот такое удовольствие дала такой опыт получить и ответственность мария брала на себя ты просто там присутствовала то единственное что ты можешь сделать это позвонить и сказать мария слишком поздно я вот узнала твой телефон я хочу тебе сказать низкий поклон тебе марии спасибо большое за то что ты моей жизни вот подарила мне такой лучик света но нет этого чувства благодарности я его нигде не отмечаю вот сколько чего я делала да если бы все 700 человек которых я вела вместе с ришардом высаковский отозвались бы нашли бы меня мне аж просто найти позвонили были написали и сказали мария спасибо вам большое вот для нас это это действительно был луч света в темном царстве потому что она живет своей деревне какой-то и у нее нет больше воспоминаний но она звонит мне и как бы разговаривать со мной так будто я должна все про нее помнить скажите мне пожалуйста почему так почему так должно быть ну вот вы можете понять разницу да вот руководитель и вот потребитель потребитель всегда будет недоволен потребитель всегда считает что все должны о нем помнить но так не бывает так не бывает я выполняла определенную функцию я несла ответственность за всех людей и помнить какого-то одного единичного двух или трех да мне часто звонят люди откуда они только не звонят и они говорят вот ты помнишь меня его нет не помню я не помню тебя как я могу помнить столько людей прошло сквозь мою жизнь я же вам говорила посчитайте сколько людей прошло через вашу жизнь и просто вот так мельком да на улице а вот коснулись вот я несла ответственность вот 700 человек вот преподавала в колледже в пту там 13 лет посчитайте сколько там выпускников ну и так далее всего этого не упомнишь и это надо иметь да и зачем помнить мне это зачем помнить потому что когда остаются болезненные какие-то воспоминания то ты стараешься это как бы забыть а болезненные воспоминания остаются у тех кто несет ответственность а вот если человек является юзером потребителем то бишь то чё он приехал на все готовое пожил получил удовольствие спасибо не сказал и уехал и все и забыл потом проходит там 30 лет опа дошло вспомнил а чё надо рассказать маши какие там что у него там в голове какие тараканы ну вот мне хотелось бы чтобы вот это все прекратилось и чтобы люди научились быть благодарными просто благодарными потому что так нельзя я вот сколько раз все время вот все воспоминания у меня всплывают вот эти вот негативные вещи кто-то мне скажет а чё ты не вспоминаешь позитив да потому что я за все несу ответственность то что я делаю поэтому откуда там позитив а вот у юзеров этих у них позитив потому что они использовались это время они бесплатно скатались они познакомились с кем-то а мне было не до чего ну вот я надеюсь что вы меня поймете сейчас вот немножечко будет этой речи вот этого разговора ну непонятного конечно но я попробую вот просто вставить немножко чтобы вы послушали все спасибо я хочу может быть я вот делаю эту передачу может найдутся какие-то люди которые ходили в чинстахова ришерт босаковский чинстахова остальных я не помню и помнят эту ситуацию кстати там икона была по тем временам действительно какая-то удивительная даже мой сын пережил у этой иконы вот этот познал боль всего мира то есть видимо она несла какую-то и мне тоже я получила определенный опыт ну все до свидания а вы слушайте эту речь что из нее уловите может быть уловите но вообще давайте будем друг другу давайте будем благодарны тем кто вам берет за вас ответственность и дает вам что-то дает значит низкий поклон значит благодарность все до свидания там связь плохая аллю добрый вечер это мария тамара тамара владимировна так сказали вы вы звонили тамара напомните пожалуйста где это вот я я конечно не помню за это время это было что школа звезд это был восемьдесят девятый год ага так значит это моя недвижимость перегиблировала в школе в школе так тамара ты работала подожди ты работала в школе звезд что ли не совсем плохая слышимость какая-то так какая кто там еще был за это время за 30 лет у меня сменилась тысячи людей и я естественно не могу всех вспомнить чего куда ходили вместе вы блин куда не слышно очень плохо слышно хотя громкость телефона сейчас что за телефон такой что плохо так слышно а в польшу вместе ходили а помню прекрасно чемстахова я вела 700 человек русских в польшу помню прекрасно но 700 человек это было очень много конечно всех не упомнишь это просто даже если захочешь да три колонны речь ришард высоко высоко вский это я помню да я помню варшаву и мы останавливались в школе помню это вспоминаю а там на очень сильно русские насорили как и в общем и сады попортили и школу поломали всю да да помню помню это прямо в памяти а чинстахова чинстахова все теперь понятно не в школе звездов чинстахова слушай тамара давай я попробую слушай что у тебя за телефон такая плохая слышимость давай я попробую перед друзья дальше я убрала ее речь потому что бесполезно ничего не слышно кое-что у меня удалось разобрать но весь этот разговор закончился ничем знаете почему потому что эта женщина первая ее ошибка она говорит помните как мы ходили в чинстахова кто такие мы кто такие мы дело в том что с этими мы я была руководителем а она просто была еще раз повторяю потребителем и это разные вещи потребитель и руководитель и когда обычно есть руководитель а есть потребитель которого пригласили вот она там школа звезд она вызвала у меня память конечно кто в школе звезд кто ее возглавлял я была генеральным директором который открыл эту организацию школа звезд для отдаленных детей в этой организации были разные люди очень много они сменялись естественно она основала эту организацию я я ее создала это мое детище она напоминает мне о школе звезд и говорит так будто она там работала но это неправда она там не работала просто я от организации школы звезд пригласил разных людей которые участвовали в этом походе в чинстахова и дальше вот она мы помните но еще раз я вот просто хочу акцентироваться на том факте что когда ты ведешь пригласил 700 человек из разных мест там пригласили можно ли всех вообще помнить ну в тот момент я может по именам и помнила всех но в принципе я не могла акцентироваться на каждом и знать так будто это знают мои подружки она со мной разговаривает как с подружкой я не против я вообще с каждым человеком могу говорить на ты и все что угодно но вот я считаю что эта форма такая общения несколько беспардонная и нахальная так разговаривать нельзя это не воспитанность вот тебя пригласили ты побывала ты получила какие то там у нее дальше она рассказывает про свои какие то впечатления там еще говорит о какой то конференции которую я проводила видимо или кто то там проводил я не знаю ну вот если я провожу конференцию и я приглашаю разных людей их много например как я могу их всех запомнить вот надо просто как то разобраться и понять свое место каждому человеку свое место вот когда она там Саша ей звонила она же мне позвонила я говорю перезвоните вот Саша сейчас вам позвонит и значит она Саше стала говорить что вот немедленно бери там ручку записывай запись идет от бодхисаттвы ты знаешь что такое бодхисаттва ну Саша говорит да не знаю что такое бодхисаттва она говорит ну это вот бог на самом деле каждый человек стремится Буду называли бодхисаттвой и стремление к пробуждению это и есть путь бодхисаттвы ну то есть она вообще кукареку называется вот откуда она все нахваталась этих знаний ты знаешь что через три точки она говорит Саша можно провести круг только через три точки можно провести круг один ну Саша в удивлении ну может человек вообще в школе не учился вот столько много странностей это все равно как я бы вам сказала вы знаете что трава зеленого цвета или вы знаете что снег белый да я понимаю что у людей порой открывается вот какие-то знания такие там друг для него открыл что трава зеленая ну может до этого человек не видел или снег белый и вот на весь свет об этом кричать ну не стоит просто надо сначала разобраться а что знают другие люди прежде чем что-то говорить и нагружать уши другого человека знаниями которые ну просто ну кажется дикими потому что все все мы знаем на самом деле мы сейчас прошли такой путь вместе с вами что мы все все знаем уже и нам не нужны какие-то там дополнительные вы знаете я вот узнала и на весь свет кричу есть какие-то вот откровения которыми я с вами делюсь из своей жизни да они очень важны для многих людей кому-то они не важны но если кому-то не важны и человек раза просто уходит и там не слушает не смотрит а кому-то это важно так вот для чего я сделала эту передачу это просто воспоминания Ченстахова действительно вот эта икона которую вы сейчас видите я купила там в Ченстахово которую вы видите со мной рядом и эта икона она прошла очень долгий путь она висит у меня на стене и знаете она за все это время она сделана из соломки и она осталась вот такой чистой на нее пыль не садится она для меня чудотворная и одно время я подарила ее дала ее одному человеку и эта икона его спасла и он с ней вот вернулся ко мне приехал и эту икону мне отдал я ее снова повесила на стену и вот она висит это Ченстаховская Божья Матерь действительно бывает так что человек который рисует или делает икону вкладывает в нее свою божественную силу потому что любой человек рисует икону вы же понимаете вот и эта божественная сила сам он может уйти а сила его остаться в этой иконе и она вот может и хранить все такое будет такой связью между этим человеком художником который рисовал и вот тем образом который нарисован и человеком который смотрит на эту икону поэтому если говорить о положительных воспоминаниях Ченстахова то там на меня очень большое впечатление произвела конечно вот эта икона Ченстаховская я ничего не видела что там было в храме вообще ничего не видела я просто вот зашла помню и подошла к этой иконе конечно к ней там идут столько людей каждый оставляет в ней свою энергию свою силу надо тоже понимать сколько там всего накопилось и каждый же подходит к этой иконе просить что-то и приходит к своими болями и проблемами то что вот мой сын испытал как чувствительные я сама я испытала вот эту всю боль я ее пережила то есть это была такая боль я ее просто видимо как воспринящий человек почувствовала ну вот это все воспоминания Ченстахова о походах Ченстаховской Божьей Матери это мое прошлое я его не отрицаю я помню все трудное что было в моей жизни и вот этот длинный тяжелый путь быть руководителем совсем нелегко поверьте тем более вот вести на протяжении такого длительного пути определенное количество людей но все ради того чтобы подойти еще и испытать боль от иконы почувствовать и через эту боль конечно же потом пришли знания о жизни на земле приходят как приходят знания вот так они приходят то есть я подошла как чувствительный человек раскрылась я ничего у иконы не просила люди обычно что просят там наверное они закладывают туда эту энергию я ничего не просила я просто подошла чтобы посмотреть что это такое и вся вот эта боль она вошла в меня ну а дальше уже вот постоянная жизнь вот с этими воспоминаниями так что вот разные бывают воспоминания в жизни один проходит постоянную галгуфу а другие а другие просто используют вот свое время для того чтобы получать что-то как маленькие дети но наступит время для каждого и каждый человек все равно станет на путь наверное вот этого познания добра и зла все спасибо всего вам доброго